Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Скоро Новый год. Начала я свой рассказ именно с красивой заставки. Напомнить, что праздник к нам идет. Ну, а у меня продолжается ремонт. Прям стихи получились какие-то. И сегодня в этом ролике я покажу отчет о проделанной работе и поделюсь своими впечатлениями и своим опытом по оштукатуриванию, по шпаклевке стен. Хочу заметить, что я не строитель. Я, скажем так, дилетант. И, конечно же, буду делиться своим, только своим опытом. Никому не навязываю свое мнение. Ну, а те, такие же дилетанты, как и я, меня смотрят. Может быть, что-то возьмут себе на вооружение. Но, во всяком случае, получат уверенность, что не боги горшки обжигают. И даже если вы не умеете что-то делать, почему бы вам не научиться? Это сохранит ваш семейный бюджет. И лучше вас, наверное, никто не сделает. Итак, давайте я покажу, что же я уже сделала и что собираюсь делать дальше. Вот так вот я отошла подальше. Эта стена уже готова. И скоро я буду монтировать кирпичики. Я знаю, что вы все ждете этот момент. Я сама его жду. Мне очень интересно и в этом себя попробовать. Потому что я не ложила кирпичи в разбежку. Немножко, так скажем, практиковалась в московской квартире. Но там были без шва. А теперь я хочу именно со швом, чтобы они были фактурными. И вот этот метод я, конечно же, буду пробовать впервые. Да, по поводу кирпичиков. Я уже заканчиваю третий мешок. У меня уже более 12 квадратных метров. На 12 квадратных метров закрыть стену. Так что, в принципе, можно начинать. Так, у меня здесь коты начинают бегать. Итак, вот по моему мнению, вот эту стену уже можно, в принципе, укладывать декоративным камнем. Алешик мне говорит, еще бы надо пройтись одним швом, одним слоем шпаклевки. Мне что-то так жалко тратить эту шпаклевку на вот эту красивую стену. Конечно же, если бы эта стена готовилась под покраску, я бы сделала еще один финишный слой. А так как здесь будут кирпичики, то, я думаю, вполне приличная себе стена. Напишите, как вы считаете. Вот смотрите, здесь единственное, что попадаются вот такие вот небольшие вмятины от саморезов. Но их можно заделать по ходу, когда я буду класть кирпич. Ну и потом не факт, что это место попадет именно на видимый шов. Может быть, это будет под плиткой. И, конечно же, это ничего никто не увидит. Поэтому, скорее всего, приступлю грунтовать эту стену. И уже можно будет выкладывать кирпичики. Да, вот вам еще совет. После монтажа гипсокартона вот эти саморезы, конечно же, нужно утопить. Утопить вовнутрь. Вот вы видите сейчас вот такие вот ямочки. Это как раз в этом месте находятся утопленные саморезы. Это обязательно нужно сделать. Я когда шпаклевала, ну, где-то попадается саморез неутопленный. Берем отверточку или шуруповерт и все это дело утопляем. Итак, идем дальше. Вот специально показываю вам несколько видов штукатурки. И сейчас поговорим о них. Это комната, где... Комната-ниша, я бы ее так назвала. Где будет стоять шкаф и все. Вот. И здесь вы видите несколько видов штукатурок. Вот сейчас я вам как раз расскажу и покажу, как это выглядит, в чем отличие. Ну, в общем, поделюсь своими впечатлениями. Итак, подхожу к первой штукатурке. Сейчас я вам ее на стене покажу. А потом покажу мешок. Может быть, кто-то присоединился. Вот это именно штукатурка. Не шпаклевка, а штукатурка. 30-килограммовый мешок. Вот. Вот так вот я здесь заштукатурила полностью эту стену. Потому что, ну, финишная здесь бы не получилась. Здесь очень много различных швов. Потому что мы использовали в этой комнате бэушный гипсокартон. Стену мы разобрали. Гипсокартон не выбросили. И сюда пошел бэушный. Естественно, он был кусочками. И много было швов. Поэтому мне пришлось оштукатурить эту стену дешевой штукатуркой. Не шпаклевкой. Штукатурка. Вот так она называется. Эта штукатурка. Типлон белый. По-моему, 400 рублей 300 килограмм. У меня уже полмешка до большая половина использовано. И я очень рада, что Лешик ее купил. Почему рада? Потому что на эту штукатурку я наложила слой дорогой финишной штукатурки. ЛР называется. Сейчас к ней тоже подойдем. Вот она. Витамин ЛР. 20 килограмм. 780 рублей я покупала в Кривополяне. Это финишная, именно финишная шпаклевка. Дорогая, конечно. И хотелось бы мне ее как-то сэкономить. И я думаю, что экономия у меня получилась значительная. Потому что, посмотрите, вот разница. Вот эта штукатурка. И вот по этой штукатурке я нанесла вот этот слой шпаклевки. Так, надо зарядить телефон. И вот, когда я ее нанесла, посмотрите на чудо стену. Это просто нереально гладкая поверхность. Нереально гладкая. Если стена под покраску, то вполне можно вот уже здесь красить. Так что, друзья, вот эта дешевая штукатурка и вот эта финишная шпаклевка Витамит, это вот два, так скажем, тандема, которые я вот просто вам рекомендую. Сейчас покажу стену, отшпаклеванную, только Витамитом. И вот она уже смотрится по-другому. Это как раз та стена, которую я уже, ну, не буду ничего с ней делать. То есть, здесь просто финишная шпаклевка. Вот она, финишная. Здесь, вот в этом месте, вот немножечко выделяется шов. Я сошпаклевала вот этим фугеном дорогим, но в принципе можно было этого не делать. Вот я вам говорю, как можно сэкономить деньги. Можно было просто закрыть вот этой штукатуркой и сверху финишной шпаклевкой. То есть, штукатурим этот шов, выравниваем, он высыхает. Немножечко теркой, я вам уже показывала вот эту чудо-терку, поменяла здесь, кстати, вот эту сеточку. И вот так вот просто затираем. А потом наносим финишную вот эту Витамит. Так что можно фуген было исключить. Но опять же, это мое мнение. И здесь вот немножечко просматривается, вот вы видите, настолько я сделала тончайший, тончайший слой этой шпаклевки. Один. И вот Леша говорит, сделай еще один слой. То есть, вы видите, вот качество вот этой стены с одним слоем финишного Витамита. И качество вот этой стены, где сначала идет дешевая штукатурка, а потом же этот Витамит. Я думаю, что разница просто грандиозная. Так что вот сделала я вывод. Буду сначала штукатурить стены очень тонким слой. Кстати, раствор делаю ну прям жиденький, вот как жидкая-жидкая сметана. Наносится прям легко, а потом высыхает быстро и Витамит. Также я буду делать потолок. Вот это серое пятно, это как раз вот этот фуген. Он будет вот такого серого цвета. Да, фуген мне понравился. Прям вот жидкий пластилин, я бы так назвала эту шпаклевку. Но он дорогой. 262 рубля оказывается это мне повезло. Купила я в Кривополяне последний мешочек. Вообще эта шпаклевка дорогая. 519 в Москве почти 900 рублей на Озоне. Говорят, что мне очень повезло, мне никто не верит, что я купила этот фуген за 262 рубля. Но на самом деле это было так. Возможно это были старые какие-то поставки в магазин. Ну, в общем забрала последний мешок. Ну, вы знаете, вот если бы я как бы был у меня опыт, я бы честно скажу, я бы обошлась без него. Я бы просто сделала вот эту дешевую шпаклевку, которую я вам показывала, а потом просто сделала вот этот витамин финишный. Вот в принципе и все, что мне потребовалось. Еще, друзья, сейчас вам покажу. Вот говорят такая пословица голь на выдумке хитра. Вот здесь вот были швы и я забыла про них. Вот в этом месте стыковалось. то есть тут была панель и вот это. И вот здесь вот был шов. Я забыла про то, что нужно заделать и чтобы мне идти дальше. Знаете, чем я заделала этот шов? Я просто развела гипс. У меня же есть гипс. Плиточки я выливаю из гипса. Я его развела в маленьком количестве и заделала вот эти швы. Так что можно обойтись без фугина. Вот. Вот здесь вот вы видите стену она еще не высохла. Это вот дешевая штукатурка. Здесь я тоже оштукатурила. Завтра стена высохнет или часа два. Может быть пройдусь финишной шпаклевкой витамин и все. И можно будет класть кирпичики. Вот такая моя сегодняшняя работа. Вот так вот видите уже в принципе вот эти вот две стены готовы и можно сказать завтра еще витамином пройдусь вот здесь вот уберу вот этот фюгер серый чтобы все было белым цветом. Потом пройдусь грунтовкой. Грунтовкой обязательно пройдусь. А вот эту стену где будет стоять шкаф я наверное покрашу краской которую покупала в светофоре. Сейчас я вам ее покажу. Вот она эта краска 80 рублей цена. Сначала пройдусь вот этой грунтовкой глубокого проникновения. а потом пройдусь вот этой краской. Леша говорит что это обычная водоэмульсионка. Вот краска для стены потолком на водной основе. Вот ее я и использую на стену где будет стоять шкаф. То есть вот на вот эту вот стену. Ну вот и все друзья. Потом еще мне нужно будет решить вопрос на какую с какой высоты начинать мне класть кирпичики. Я скорее всего положу вот этот кварц винил подложку. Вмонтирую плинтус. Чтобы мне понимать на какой высоте будет плинтус. Это же все у меня есть. И от плинтуса уже начну плясать выкладывать кирпичики по вот этой стене. Сегодня я ее загрунтую и в принципе завтра может быть попробую уже класть кирпичики. Так что вот друзья дела движутся. Все потихонечку начинает расстаться. Вот переживаю я за кухню. По какой цене она будет. Не знаю. Меня вроде то как бы обнадежили. Но в нашей стране не знаешь чего ждать. Поэтому немножечко переживаю за кухню. С Хоффа мне еще деньги за кухню не вернулись. Сегодня опять им звонила. Сказали в течение 10 рабочих дней. То есть это плюс еще 2 выходных сюда. Это получается 12 дней. Ну вот 10 декабря я оформила возврат. Сказали на следующей неделе должна денежка вернуться. Ну а теперь друзья на красивом фоне ведь скоро праздник. Хочу поделиться с вами о новостях которые у меня произошли у нас произошли. Значит сегодня они ставили окна. Великая радость. В общем двери уже поставлены наверное сделали сегодня добор что-то я у нее не спросила и ставили окна. А уже либо завтра либо на следующей неделе будут ставить балкон. Я вам потом когда все это будет сделано конечно же приду к ней и все этим поделюсь. А сейчас расскажу опять о скандале. Что-то нам везет в последнее время на скандалы хотя не знаю вроде то я не скандальный человек но вот так наверное получается хотя сегодня дело меня не касалось прислала мне Аня смс по ватсапу и пишет что мы ждем полицию я в шоке давай звонить значит узнавать что же случилось пришла соседка у Ани квартира на третьем этаже она еще прошлый раз приходила но только я не поняла какая соседка я так думала что это соседка снизу ну со второго этажа приходила кричала когда ей делали усиливали балкон там была сварка вынос делали этот в общем вот эти все работы там была сварка и она приходила и говорила смотрите мне окна не пожгите ну ей Игорь который все это делал он говорит да нет ничего не будет с вашими окнами у нас же балкон как мы можем пожить вам окна ну ладно это было там две или три недели назад а сегодня она заскочила в квартиру представляете без звонка без стука просто влетела квартиру и кричит я буду вызывать полицию вы мне окна пожгли ну в общем Аня через какое-то время вышла начала смотреть на эти окна что же там случилось сегодня как бы не было сварки даже ничего не увидела приходит Игорь говорит Игорь а где там окна что-то я не поняла какие она кричит окна пожгли а он ей говорит это соседка с первого этажа друзья вы можете себе представить квартиру на третьем этаже с первого этажа человек жалуется что ей пожгли окна но это это вот как это нормально вообще ну в итоге приехала полиция там все это дело она даже засняла не знаю буду я выкладывать это на канал или может быть не стоит вот и почему они вообще брали у нее наверное нужно было реагировать как-то да но мне кажется там не полицию надо вызывать там надо вызывать скорую помощь ну и наверное оформлять бабушку по назначению потому что друзья это же нереально с первого этажа на третьем этаже ремонт у нее окна пожгли может у нее завтра там еще что-то произойдет в квартире но причем здесь они причем здесь установщики окон ну а потом как оказалось когда она вышла на улицу и увидела ее и она подошла к ней и говорит может вам скорую вызвать может быть у вас какие-то проблемы и та начала кричать вы тут будете жировать а нам что делать представляете ну то есть это просто какая-то я не знаю как это назвать наверное человеческая зависть человек ставит окна а сосед снизу завидует ну по-другому я никак это не могу назвать ну вот не знаю чем это дело закончится полиция потом сказала что это вообще не наше если она что-то хочет там пусть идет в суд пусть доказывает что работники пожгли ей окна устанавливая через этаж новые окна в общем они отреагировали они конечно приехали там что-то писали но бабушка наверное просто не в адеквате и я так восхищалась людьми которые живут в этом городе ну вот похоже наверное первые какие-то негативные моменты столкновений вот у нас получаются в этом городе вы там не пишите что типа привыкайте вы никогда не будете своими в этом городе потому что вы приехали друзья вы знаете для меня свои свои вот понятия свои это моя семья остальное все ну как бы я буду реагировать если там буду цыпать мусор мне под ворота там или еще что-то я конечно же буду реагировать и как бы конечно жить среди людей это придется в любом случае это понятно что новый город новые люди новые порядки но вы знаете я не воспринимаю как бы я не хочу быть своей для всех вот скажем так для меня это моя семья вот это это вот мои и мне важно чтобы здесь было все хорошо и замечательно а то что не будем мы своими ну как-то я не сильно об этом переживаю правда у меня у меня вы мне есть с кем общаться я не страдаю у меня нет дефицита общения порой даже нет времени пообщаться с более близкими приятельницами подругами поэтому ну что уж теперь делать привыкать я не буду к этому чем мне к этому привыкать для меня скажем это ну несколько по-другому я это воспринимаю я человек настолько вот но я не могу сказать что я вот могу не общаться нет конечно же мне нужно общение но если у меня не будет здесь там соседей которым я буду ходить в гости хотя я не люблю ходить в гости честно скажу я это переживу у меня есть земля у меня есть дочь рядом у меня есть лешек у меня есть сын мне есть с кем общаться куда ходить куда съездить поэтому с этим все нормально ну а такие такие вот неадекватные люди они конечно же будут попадаться в жизни ну вот как эта соседка снизу да с первого этажа ну что делать будем как-то дальше жить все мои хорошие наверное все сказала все показала рассказала впечатления так что можно обходиться и без дорогих материалов вот сейчас бы я этот фуген даже бы не купила я просто заделала пошевы гипсом сверху бы заштукатурила сначала дешевый штукатуркой а потом бы купила мешок вот этого витамита и сделала финишный слой вот в принципе и все думаю что если вы занимаетесь приблизительно теми же делами которые у меня может быть тоже штукатурите стены или планируете это делать в скором будущем я думаю что эта информация вам будет полезной и сэкономит ваши деньги ну вот мои хорошие на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик спасибо что вы слушали спасибо что досмотрели видео до конца я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока